добрый день добрые зрители доброго канала с вами волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья сегодня как всегда у нас очередной ролик уже всеми полюбившихся фили шарики о наших собачках находящихся в калужской области у вадима и наталья на передержки у нас подходит очередная оплата передержек наших пушистых друзей филик сожалению недавно приболел наталья мне писала ватсап мы связывались с николай николаевичем там скорее всего возможно у филия успею спинальников это очень часто войскала николай николаевич надо раз в полгода хотя бы проходить обязательно врача-нефролога делать узи им потому что у спинальников очень часто возникает мочекаменная болезнь это касаемо и девочек и мальчиков и у фили скорее всего наверное пошел песочек мочеточники и от боли и от боли и он прогрыз прогрыз себе видимо не специально конечно задел свой половой орган откуда начало капать кровь наталья испугалась повезли его в клинику в калугу но к сожалению у них конечно нету врачей-нефрологов и увидели вот этот погрыз сделали экстренофильке операцию и сейчас ждем когда дай бог николай николаевич выйдет из отпуска и наверное как-то будем перекладными путями хочу отвести филичку к врачу-нефрологу потому что в рязани очень очень ответственная девушка-нефролог врач когда я уезжала в больницу я оставляла свою венчику там не кстати врач-нефролог делала веньки блокаду и на блокаду вене вышел камушек из мочеточника потому что ну у него четыре дня тоже было неадекватное поведение и это все причина и следствие вот их них именно у спинальников николай николаевич сказал что это очень часто бывает немножко кто с нами недавно немножко расскажу вам историю опять фильм фили это старый пес который жил в одном из в городе в одном из дворов и на него спящего в июле месяце наехала большая машина газель просто проехала по спящей собаки на тот момент это конечно было сложно я помню все мгновения как он плакал как он это все вот до сих пор у меня стоит перед глазами когда я приехал на помощь к фили как он плакал как он просил помощи и как собака которая прожила 8 9 тире лет на своих ногах вдруг в один момент осталась беспомощным инвалидом это было страшно это было больно но я помню всех и каждого кто помог фили собрать денежки на реабилитацию на его спасение на операцию это был пройден очень большой большой путь по спасению фили спасибо большое прямо всем 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 хочу сказать большое спасибо денег адашевой которая регулярно помогает в оплате передержки фили и шарика ее помощью очень очень значительно хочу поблагодарить каждого из вас кто откликается на все наши беды на все наши более но поверьте мне до клиники это дорого но мы с вами мы с вами с вами с декабря месяца спасли семь собак семь собак это много мы всех благодаря чудо доктору и вашей помощи поставили на лапке все остались хорошими собаками не инвалидами это большое большое счастье что собачки могут полноценно жить и это только благодаря вам да мне каждый раз стыдно каждый раз и стыдно и больно и и я иногда просто вступаю в ступор из-за того что я не знаю потому что череда вот таких больных собак сбитых собак она прямо в марте месяца была непрекращающаяся и январь и февраль то есть в январе прям перед новым годом нас веничка потом ярик и то есть иногда мне просто даже страшно страшно справимся ли мы и страшно и стыдно мне каждый раз обращаться к вам но в очередной раз я сижу и понимаю что кто если не мы я понимаю что в этом городе кроме меня на помощь не придет никто люди мне звонят просят помощи и я еду потому что если не приеду я значит не приедет никто и собаки просто будут медленно лежать и умирать поэтому я не могу оставить беспомощных животных в беде и поэтому я каждый раз обращаюсь к вам вы меня простите но только так мы сможем сделать этот мир чище и добрее что касаемо шарика кто тоже с нами недавно шарик был взят щенком в семью родители у него овчарки там чистопородный отец овчар мать помесь и этого щенка одна из моих знакомых устраивала в семью и спустя полгода он опять оказался на том самом месте где мама родила и где он рос это трасса это возле трассы буквально через две недели шарик конечно не понимая попал у нас под машину три недели шарика не было и потом он уже приполз и просил помощи у людей конечно шарик шарику лапу ампутировали но если бы на тот момент я вспомнила николай николаевич я думаю что в том случае а лапа у него была намного лучше чем у ярика потому что у ярика торчали уже и сухожилия и кости у шарика такого не было состояния и если бы я вспомнила николай николаевича то шарик бы у нас тоже остался бы на всех четырех лапах я каждый раз к этому вертаюсь но но уже что сделано то сделано и сейчас наши очаровательные мальчишки находятся в калужской области у вадима и наталия замечательных людей вот честно за девять лет помощи животным я редко встречаю искренних цельных и добрых людей вот они действительно искренние любящие и честные для меня это всегда самые основные правила честность и искренность людей к сожалению нас в этом мире не так много таких но так уже как я всегда говорю нас воспитали родители я всегда за честность я всегда за искренность и шарик шарик сфере очень повезло что они попали к таким замечательным людям но хочу сказать вам всем всем большое огромное спасибо спасибо за то что вы с нами за то что вы помогаете за то что вы смотрите поддерживаете за ваши комментарии за ваши до отличные комментарии которые меня прямо подталкивают к тому что все что мы делаем это все не зря иногда да иногда мне очень тяжело иногда мне бывают истерики потому что я реально устаю я круглыми сутками могу быть на колесах спасать не все истории мы к сожалению можем показывать на youtube канале но спасение наше безграничное это честно и не все к сожалению я могу показывать то что мы делаем каждый день и как всегда я обращаюсь к вам у нас подошла очередная оплата передержки фили шарика я как всегда очень искренне надеюсь на вас на вашу помощь и на то что мы сможем и дальше оплачивать наших мальчиков так как пока семьи им не найдены но и забрать к себе в приют вы тоже знаете что я не могу у меня нет условий для их содержание в приюте венчик пока находится у меня на передержке до сих пор мы работаем уже поднимаем попу приподнимаем поэтому я обращаюсь как всегда к вам нам очень нужна финансовая помощь на оплату передержки фили шарика с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют отвори добро на то ли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok